Война наложила свой отпечаток и в то время изменила привычный уклад жизни не только взрослых, но и детей. Она лишила их счастливого детства и умения радоваться. Тамаре Ивановне Мачкаевой сегодня 81. Когда пришла война, ей было всего пять лет. Но воспоминания у неё остались далеко не детские. «В нашем районе, в Великие Луки, вы, наверное, слышали, очень жестокие бои шли. Когда немцы оккупировали нашу территорию, наш посёлок, то немцы поселились в нашем доме. И мы вынуждены были на улицу выходить через окошко, потому что большую комнату заняли немцы, а мы жили маленькой». Тамара Ивановна рассказывает, что на глаза фашистам показываться было нельзя. Если же попался, быть беде. А во время обстрелов самолётами, находясь дома, маленькая Тома пряталась под стол, чтобы защититься от бомбёжки. «Всё время бомбили и наши самолёты летали, бомбили и немецкие. У нас под окно упала бомба и не взорвалась. И вот эту бомбу, потом немцы пришли, значит, её, значит, в общем, очевидно, забрали. Вначале, по-моему, где-то закрутили проволокой, потом увезли. И взорвали её где-то на окраине посёлка, в общем. И у нас все стёкла, конечно, повылетали». В скором времени людей эвакуировали в глухую деревню, где пришлось жить в неблагоприятных условиях. Спустя ещё несколько дней всех отправили в Германию. «Нас не довезли. Почему-то на полпути в Литве нас всех высадили на вокзале. Хозяин нас забрал как рабочую силу к себе домой, в общем, к себе в хозяйство, чтобы мы работали там. И мама работала по 20 часов, в общем, без выходных». Когда закончилась война, Тамара Ивановна с матерью вернулись в родное село. Но и тут их ждала неприятность. Их дом был отдан под почтовое отделение. «И нас домой даже не пускают. Мы утром вас переночуем, мы утром пойдём в сельсовет, мы всё докажем. Ну, потом, значит, мы какое-то долгое время жили, у нас почта была, и мы жили уже». После войны Тамара Ивановна пошла в школу, окончила семь классов и отправилась учиться в ремесленное училище. После чего её пригласили работать в Саров. Тогда ещё город назывался Москва-Центр-300, где она осталась жить и работать. Редактор субтитров А.Сёмкин